В 2017 году научная обсерватория Пелагес начала бить тревогу, когда более 3500 дельфинов были убиты во французском Бискайском заливе рыболовными судами. В 2018 году общество морского пастыря запустило операцию «Прилов дельфинов». С тех пор каждую зиму наши команды каждую ночь патрулируют Бискайский залив, чтобы задокументировать прилов рыбы. В прошлом году в рыболовных сетях погибло более 10 тысяч дельфинов. Очень немногие рыбаки сообщают о прилове дельфинов, хотя это требуется по закону. Эти приловы не случайны. Если они предсказуемы, повторяются, их можно избежать. Непрозрачность, которая проливается на море, делает его зоной беззакония. Идеальное место преступления. Никаких недостатков. Очень мало санкций и очень мало средств контроля. Рыбная промышленность должна быть более прозрачной и более ответственной, потому что океан является для всех, и поскольку от него напрямую зависит наше выживание. Это не собственность рыбаков, которые его эксплуатируют. В 2020 году многих наших волонтеров взяли под стражу за то, что мы выставляли трупы дельфинов на различных площадях, пытаясь выступить в роли информаторов. 2 июля 2019 года общество морского пастыря осудило французское государство перед административным трибуналом за непринятие мер по защите дельфинов. Несмотря на это, морской министр Аник Жерардин отказалась установить временные запреты на неэффективные методы предотвращения прилова, чтобы пощадить дельфинов этой зимой. На морского пастыря нападали, оскорбляли, угрожали и преследовали рыбаки, которые рассматривают наши камеры как вторжение. Эти нападения не испугают нас. Напротив, они только укрепляют нашу решимость. Мы предельно готовы оставаться на передовой вместе с дельфинами до тех пор, пока не решена проблема прилова. Дельфины – консервные заводы в угольной шахте умирающего океана. Не будем безразличными. Давайте изменим то, что у нас на тарелках. Мы полностью независимы от государства, но полностью зависим от вас. Поддержите морского пастыря сегодня. Сегодня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА